Основным вопросом повестки дня очередного заседания Тверской городской думы стало внесение изменений в бюджет Твери на 2020 год, а также на плановый период 2021-2022 годов. Часть средств направят на увеличение зарплаты работников образовательных учреждений. Повышение зарплат связано с увеличением уровня минимального размера оплаты труда работников согласно федеральному законодательству. Источником финансирования станут остатки средств, которые сформировались по итогам исполнения городского бюджета за прошедшие 7 месяцев. В основном это расходы, которые не реализовались в связи с ограничениями, введенными в целях профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции. В частности, организация летнего отдыха, проведение ряда мероприятий, компенсация части платы родителей за посещение дошкольных учреждений. Мы доводим эти показатели до федеральных значений, которые есть в федеральном законе изменения. Поэтому нам необходимо на эту сферу образования дополнительные средства, которые были сэкономлены с торгов, с процедур, которые не состоялись. Мы переводим около 40 миллионов. На рассмотрение народных избранников был внесен вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Вулкан» в пользование Тверской областной картинной галереи. Там предполагается устроить еще один выставочный зал, где жители и гости города смогут познакомиться с фондами музея. Так как у нас в запасниках очень большое количество работ, которые нам негде выставить, и они лежат только в запасниках, конечно, есть желание разместить в центре города картинную галерею для того, чтобы гости нашего города и туристам могли ознакомиться с теми работами, которыми сейчас у нас в данный момент они находятся в запасниках. Также во время заседания был рассмотрен ряд других вопросов, касающихся установки памятника и мемориальных досок.